Вначале, пожалуйста, следите за дыханием. Фокусируйтесь вначале на выдохе, а потом на вдохе. Тридцать дыхание. Расслабьте. Особенно лицо. Это очень важно. Особенность рот и веки. Но вы подтяните живот, особенно нижнюю часть живота. Но не слишком сильно напрягайте его. Руки, пусть будут мягкими. Плечи отведите назад. Будьте осознанны насчет своих выдохов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Так что, я бы хотел вам дать 30 дыханий, выхватывая из левого носа и выхватывая из левого носа. 30 дыханий. Если одна из твоих носа заблокирована, просто представьте, что воздух туда идет. Если оба твоих носа заблокированы, вы можете дышать через твою mouth, воздух туда идет. Если оба заблокированы носа, то дышите через рот. Вы просто представляете, что воздух выходит через правую носа и входит в левую. Очень длинные воздухи, очень длинные воздухи. Для того, как напряжется нижняя часть живота, возможно, дважды более осознанные выдохи делать через правую носу. Мне нравится держать фокус своего взгляда внутреннего, хотя глаза и закрыли, но держать как бы поверх горизонта, как будто бы я смотрю, и это помогает, чтобы голова не падала, чтобы вы не куняли, когда вы считаете выдох и вдохи. Продолжение следует... 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 Теперь подумайте об одном взаимодействии, которое у вас было вчера или сегодня утром, с другим человеком. Когда вы с кем-то встречались вчера или разговаривали? Если ни с кем не встречались вчера, то и позавчера. Одно взаимодействие, которое у вас было с другим человеком. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Тогда я хочу, чтобы вы вспомнили, почему вы встретились с ним, зачем, для какой цели вы встречались с тем человеком, что вы надеялись достичь этим? Может, это был разговор на пару минут или просто с ним увидеться? Почему вы взаимодействовали с другим человеком? Между прочим, это могло быть и по онлайну, и по телефону. Субтитры создавал DimaTorzok И then, I'd like you to think about why did they meet with you? И теперь подумайте, почему они с вами встретились, этот человек, почему он с вами встретился, или на что они пытались получить, или достичь, какой цели. Когда они разговаривали с вами, может, у них есть какая-то нужда, то, что им хочется, какова надежда, на что они надеялись от этого взаимодействия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И последнее, как они рассматривали вас, как они вас видели, как он или она, этот человек видели в вас? Если вы поместили себя в его тело, то как бы вы выглядели для него, для этого человека? Я не имею в виду внешность вашу, а как вы относитесь к нему, как он себя ощущает. Если вы вышли из горы вашего тела и вошли в гору его тела и посмотрели обратно на гору своего, там, где раньше было тело, то как бы вам показалось, насколько вы были добры в этом взаимодействии, насколько вы заботливы и внимательны были? То есть, притворитесь, что вы смотрите на себя вчерашнего через глаза того другого человека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выдохи через правую ноздрю и вдохи через левую ноздрю, даже если это вы только представляете себе. Взор свой держите над горизонтом, даже если ваши глаза закрыты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Особенно, если вы в алмазных галетах у нас. Пейте. Много пейте. Ребята, вы должны были вчера медитировать о людях, которые ваши начальники, и кто ваши коллеги, и кто ваши подчиненные, и те, кто перед вами отчитываются, кто-то хочет поделиться, как это ощущалось, ваше наблюдение? Особенно, какие эмоции вы чувствовали в этих трех случаях? Какой шаблон, когда вы чувствуете ту же самую эмоцию к вашему боссу, и, по-моему, так-то на вашем же уровне? Мне очень это нравится, это великолепно. Я чувствовал применение. Это очень профессионально и персонально очень хорошо можно применить. И, например, у меня такая команда, и лидер пытается команду чем-то мотивировать. И, по-моему, это позволило мне всегда посмотреть, например, в тело другого человека, на его место, в моих членах команды, например, как я могу им помочь. Потому что, когда я, я в тех, как мои коллеги, которые смотрели на самого себя, это мне помогло изменить свое отношение на большее служение, с того, с какого я могу быть успешным. И так, чтобы посмотреть на большую картину и как вместе всем надо было успешным. Как человек, как я могу посмотреть на меня? Это так запутно. Например, когда я сделал «босса» на ранее. Когда я «босса» на ранее. Все это было в чьем-то. Различное количество. Различное количество. Различное количество. В том числе «как я могу действовать на своих плей». В том числе «как я могу немножко все остальные урвать». как я могу действовать немного лучше. Это почти как было просто расслабиться, что я не пытаюсь с того, как я не пытаюсь с боссом, я думаю, это был сложный, потому что я пытаюсь с этим расслабиться, чтобы им служить. А с более низшими, которых я служил, например, как я могу видеть мир, с их точки зрения, может быть, помочь им расслабиться немножко. Это было очень прекрасно. Это было очень прекрасно. Я не очень рада. Немножко, когда вы переводите Шанти Дева, эта секция это очень трудно. И то, что я пришел к чему, это я как босс, я как я, я как подчиненный. То есть надо использовать как чтобы понять, о каком я вы говорите сейчас. Это запутаться можно в переводе. И, по-прочему, потому что Энди Дева это делает, запутывает, кто есть, какой я. То есть я как босс смотрит на меня, как я сам. Это то, что вы можете попробовать, когда вы медитаете, или вы будете объяснять под друзьям. Анелли. Я делала эту медитацию четыре года назад, поэтому у меня есть опыт. И первое, что я поняла, это, что я поняла, что много изменилось с тем, что я поняла. Первое, что я поняла, много уже поменялось с тех пор, как я первый раз делала эту медитацию сейчас. Одна из моих выводов, в прошлом, эта познависть ощущается как ненависть, когда вы на другой стороне. Эта медитация вчера была, для меня, была как залишина в том же уровне с коллегой. Я чувствовала, как я поняла, что я поняла, что я поняла, что я поняла, поняла, что я поняла, что у меня есть. То есть эмоция была залишина. Да. Я интересна эмоция. Кто-то еще хочет рассказать? Не стесняйтесь. Это фантастическая медитация. Мы учимся любить всех одинаково. Какая прекрасная перспектива смотреть на себя через их сердце и проверять, как они ощущают себя, смотря на меня, стоя передо мной, обмениваясь со мной. Это открывает мои глаза. Это открывает мои глаза. Это открывает мне глаза. Я почувствовала, что я хочу оставаться в этом состоянии весь день, просто помочь им чувствовать себя в безопасности в моем присутствии и поддержки и заполнять их нужды. Она основывается на том, что я есть сейчас. Я думаю, что это очень глубокая медитация, и спасибо что вы поделились с нами. Благодарите Шанти Деву. И после этого... Вы слышите меня хорошо? Хорошо. Хорошо. Спасибо, Гешет Майкл, за дать нам эту медитацию. Я также ее раньше уже делала. В этом раз я фокусировалась на коллегах и в железе. Эта коллега со мной поделилась, что она чувствовала зависть передо мной. И я не думала слишком много о том, когда я поместила себя в ее ноги, я как коллега, и посмотрела меня как я. Я увидела высокомерного человека, и это было довольно некомфортно. Поэтому я получила возможность посмотреть на радость и высокомерие. Это очень для меня полезно. Спасибо. Спасибо за эти прекрасные учения. у меня вопросов какие-то. Я со своим боссом делала эту практику. Сейчас я в очень странной ситуации в работе. Все думают, что босс не квалифицирован для своей позиции. и все думают, что он скоро идет, а я единственный человек. И единственный, который нормально к нему относится, он думает, что я считаю, что не квалифицирован. не квалифицирован. И когда я получаю его на его место, он подтверждает, что тоже думаешь, что я неквалифицирован и как я должна изменять его поведение. Я думаю, что он не квалифицирован. Я думаю, что он не квалифицирован. когда... Я должен думать, что он квалифицирован. Когда я не квалифицирован. Я делаю короткий ответ. Знаю, я 19 лет в корпорации в Манхэттене. И я знаю политику. И я знаю взаимодействия между ними. Я думаю, что что произошло с мной, я начал понять... что они называют? Групп-дилюзион? Групп-халлюцинация? Так что есть эта ощущение, когда ты в группе, что если кто-то согласен с тобой, что босс инкомпетент, тогда босс инкомпетент. И если... Вы понимаете? Если вы можете только получить согласие с тобой, что другой это проблема, то другой это проблема. То есть, чем больше людей голосуют за ваше мнение, тем больше правильнее для вас становится ваше мнение. технически все могут ошибаться. Просто потому, что больше людей поддерживать вашу точку зрения в группе не означает, что Так что я думаю, что вы должны Есть такая тенденция пытаться ходить по компании и получать поддержку вашего зрения и получать поддержку вашего зрения, двух-трех человек, то уже убежденность. Но я думаю, что ваш вопрос другой. Если я буду чувствовать себя ваше мнение, что действительно вы спрашиваете, что вы тоже считаете, что не очень компетентный, но вы единственный человек, и последний на его компетент. И вы подняли его компетент. Но как буддист, я думаю, что вы помещаете себе его шкуру, дайте себе какое-то решение. Если вы ничего не заберете домой из себя пунг сумпа, пунг сумпа означает третья опция. это то, что он хочет, и вот это то, что вы хотите. И подумайте о третьей какой-то опции, третьей возможности. Я думаю, что в этом и есть суть инновации в компании или в проекте в неприбыльной организации. Я думаю, что инновации это в основном пролетение. Я думаю, что инновации процессов произвести. никто никогда не использовал этого для этого. Это техническая инновация. Но я думаю, что большинство инноваций между людьми в ваших интеракциях с другими людьми. Я рекомендую вас подумать о пунг сумпа. Пунг сумпа означает «Я притворяюсь, что я его поддерживаю». мнение, что он является некомпетентным? Или я имею мнение, что он является некомпетентным? Или свое реальное мнение не должно его придерживаться и выражать? Но вам нужно найти какую-то золотую середину. Я думаю, что великий лидер последователь буддизма должен найти пунг сумпа. Решение, которое делает тобой счастливым. И это великий результат Дак Шен Ньяк Кей через долгое время это сознание того, что решение должно служить обоим людям. И это похоже на принципах в переговорах в бизнесе. Идеальный переговор оканчивается тем, что обе стороны получают больше, чем они думали, что людьми должны решить в обе партии, получать больше, чем они ожидали. удовлетворение, чем они ожидали. Как сделать это с вашим боссом? Это уже ваше свидетельство. Между прочим, это не буддизм никогда никого не увольнять. Я уволил многих людей. Первого было очень трудно, второго уже не трудно, но мы очищали компанию каждую декабрь, потому что 60% садаж. в начале большем количестве сотрудников, а дальше, после Рождества, никто не покупает алмазы, и тогда вы просто делаете чистку в компании. Если вы этого не делаете, то компания разрушится. И всех тогда семьи пострадает. Я не говорю, что это не буддистское вещь, потерять деньги и разрушить компанию. Если кто-то создаёт проблемы в компании или буддистская штука, это не буддистская штука, поддерживать инкомпетентного начальника, который тем не причиняет лет. А буддистская практика будет найти ему работу, которая для него еще более интересна для них, где они радостно будут служить людей. Что-то не про такого. Вот это будет буддистская практика.